В зале ветераны Великой Отечественной войны, ветераны Афганистана, молодёжь Анапы, работники музеев и библиотек. Символично, что год 70-летия Великой Победы и год литературы завершается таким серьёзным проектом. Книга написана по воспоминаниям жителей города, переживших нелёгкие годы. Есть в этой книге главы, посвящённые современным героям, в чьих судьбах были локальные войны. Мы войну знаем, слава богу, только понаслышке. Мы её не прожили, мы её не прочувствовали, вот так, как оно физически. Но мы воспитывались на подвигах героев тех лет, героев, сегодня молодёжь воспитывается на подвигах героев Чеченской войны, именно через вот такие произведения культуры, искусства. Это книги и фильмы. По мнению председателя городского совета ветеранов Анатолия Гапонова, главная цель книги – воспитание у молодёжи чувства патриотизма и гордости за свой народ, за свой город. Показать им пример жителей нашего же города, прошедших через тяжёлые испытания всех войн XX века. В Краснодаре вот в неделю где-то открылся памятник защитникам Отечества. Он посвящён пограничникам. По-моему, 15-метровая фигура, вокруг которой, начиная с Ильи Муровца, пограничники, всех там и солдат, и матрос, всех времён и поколений. Это символизирует защиту Отечества. В этой книге как раз всё то, кто это осуществлял на деле. В годы военного лихолетия, в годы боевых действий, так скажем, по приведению конституционного порядка в наших ближних и дальних. Поэтому молодёжь об этом должна знать. Почти 200 страниц истории, рассказанной живыми свидетелями событий, не вместили всё. Рабочего материала набралось в несколько раз больше.